МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения в вашей информационной программе Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Новый руководитель. Министра внутренних дел Почувашии представили личному составу. Защитники природы. Профессиональный праздник отметили работники лесного хозяйства. Новые постановки и новые лица. Театр оперы и балета открыл юбилейный 60-й сезон. Министерство внутренних дел Почувашии возглавил генерал-майор Виктор Шметков. Сегодня с новым министром встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. Представил нового руководителя ведомства, заместитель министра внутренних дел страны Игорь Зубов. Михаил Игнатьев поблагодарил его за содействие в вопросе создания в Чебоксарах специального исследовательского центра. Раньше материалы приходилось отправлять в Казань. Огромные слова благодарности за лабораторию ДНК. И средства выделили. Все это теперь работает. И даже рецидивные, особо опасные преступления, которые годами не раскрывались, за последние годы практически высокий показатель раскрываемости. Это очень важно. Игорь Зубов отметил, сейчас стоит задача по укреплению так называемого низового звена и развития сети участковых пунктов полиции в сельской местности. Сразу после встречи с главой региона, нового министра МВД по Чувашии Виктора Шметкова представили личному составу. Ранее он занимал должность заместителя начальника главного управления МВД России по Волгоградской области. Сегодня в республике отмечают День работников леса. Профессионалы своего дела каждый год оспаривают награды ведомственной спартакиады. Подробности у Дмитрия Ковалева. Для них спортивная подготовка – залог успешной работы. Победа дается непросто. Один из этапов спартакиады лесничих – стрельба по мишеням. Исход спартакиады решала и сила. Соперником работника Кирского лесхоза стал временно исполняющий обязанности министра экологии региона. Победу в финале турнира по армрестлингу руководитель ведомства уступил. Каждый человек в первую очередь силу черпает от природы, как говорится. Так как наша профессия связана с природой, вот она и сила берется. Это уже мое не первое выступление здесь, на таких соревнованиях. Награды спартакиады оспаривали и футбольные команды. Елена Яковлева встала в ворота, не пропустив ни одного гола. Надежный тыл. Прекрасно понимаю теперь вратаря нашей команды, Экинфеева, что это очень большая ответственность. Мне просто самой было интересно. Первый раз играла в качестве вратаря. Очень даже, знаете, интересно познавать. Ну и победили. Команда ведомства стала лучшей и по итогам спартакиады. Профессиональный праздник – повод подвести итоги работы. Леса республики находятся под надежной защитой. За все лето ни одного серьезного ЧП. Не было зафиксировано ни одного лесного пожара. Оперативно были потушены два лесных возгорания на общей площади 0,5 гектаров. Ущерб лесного фонду не был причинен. Золотая осень, вдохновление для поэтов и потрясающие кадры для фотосессий. Ключевая задача работников лесопромышленной отрасли – сохранить эту красоту. Сейчас в республике работает 11 лесхозов. Среди ключевых задач восстановления горельников отметил глава региона. Мы были очевидцами пожаров, засухи 2010 года. Когда смог стоял, слава богу, мы приняли все те меры, которые надо было принять со стороны органов власти. Оснастить лесопожарную службу. Приобрели в достаточном количестве пожарные автомашины. Оснастили автомашинами патрульные службы. Только в этом году в рамках национального проекта в республику поступило 17 лесопатрульных комплексов. Эта техника необходима для оперативных выездов на пожары. Природа региона уникальна. Ее необходимо беречь и приумножать, отметил Михаил Игнатьев. В питомнике опытного лесхоза выращивают саженцы декоративных деревьев. Каштанковский приживается. Туб красный тоже хотим реализовать. Ель голючая, голубая ель. Креплен татарский рядом здесь. На сегодняшний день у нас ассортимент более 20 видов. Дарами лесов становятся и целебные травы для полезных напитков. Экологический травяной чистый чай «Дары леса», который производится в канажском лесничестве. Состав листья малины, цветы липы, листья земляники, тысячелистника, зверобоя, математча, химелисы. Лучшим работникам лесной промышленности в канун профессионального праздника глава региона вручил госнаграды. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков. Республика. Еще 52 года назад советские власти ввели пятидневную рабочую неделю. С тех пор нормы рабочего времени ни в СССР, ни в России не менялись. Спустя полвека чиновники собрались экспериментировать с рабочими часами. О возможном переходе на четырехдневную неделю в будущем заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на международной конференции труда в Женеве. Стоит подчеркнуть, сказал глава правительства, что сокращение трудовой недели возможно будет только при условии, что зарплаты не станут ниже. Позже глава Кабмина поручил Минтруду до конца сентября представить свою позицию о перспективах такого перехода. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил порталу «Будущая Россия и национальные проекты», что переход на сокращенную трудовую неделю возможен только при условии увеличения доходов россиян и производительности труда. Пока нужно сосредоточиться на росте доходов и только после повышения их уровня можно обсуждать инновации в трудовом законодательстве, считает министр. Вот что думают по этому поводу жители столицы. Я не поддерживаю эту политику, так скажем, поскольку уже часов тогда работать. Трегорически против. И так очень много праздников, выходных всяких, и нам, если куда-то нужно обратиться, в какую-то инстанцию, нам приходится очень подолгу ждать. Я только за. Ну, конечно, я правдиклит, но я все равно пока за, чтобы больше отдыхать. Я против, мне нравится пятидневная неделя, потому что, во-первых, если урезают на четырехдневную неделю, зарплата будет меньше. Соответственно, хочется побольше денег, да, больше заработок. И тем более три дня балбесничать, чем заниматься. Очередная глупость. Ну, зарплата будет меньше, или надо будет в два раза укладываться за эти четыре часа. Это еще больше измотает и отдыхать не будет. Я думаю, что это не оправдает себя. Ну, я думаю, соглашусь. Главное, чтобы зарплата была хорошая. Если мы не потеряем в деньгах, то пожалуйста. Я, в принципе, поддерживаю, лишь бы не урезали зарплату. А клад оставят такой, почему нет? Работать люди будут эффективнее, а три дня выходных тоже приятно. В связи с ремонтными работами по проспекту Ивана Яковлева в Старице Чувашей схемы движения троллейбусов номер 2 и номер 9 вновь претерпела изменения. С 14 сентября они будут ходить по новому маршруту. Основным изменением в движении обоих маршрутов станет поворот с проспекта Яковлева на проспект 9-й Пятилетки и Эгерский бульвар. Таким образом, движение двойки будет по проспекту Яковлева, проспекту 9-й Пятилетки, улице Айзмана. Конечной остановкой станет улица Розы-Люксембург. Девятый маршрут пойдет по проспекту Мира, проспекту Яковлева, проспекту 9-й Пятилетки, Эгерского бульвара, улица Ашмарина. Более подробную схему изменений можно посмотреть на сайте администрации. В Оренбурге проходит финальный тур игры «Зарница по Волжье». Чувашскую республику представляет команда столичной школы номер 2, победитель 51-х республиканских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Серьезная подготовка к соревнованиям дает свои результаты. В традиционных дисциплинах ребята занимают призовые места. Первое по строевой подготовке, второе по плаванию, третье по силовой гимнастике и сборке-разборке автомата. В этом году появились новые виды. Участникам предстоит преодолеть туристическую полосу протяженностью 500 метров, зарядить на скорость АК-74. Еще одна составляющая военно-патриотических игр – интеллектуальные конкурсы. В рамках «Зарница» состоятся тематические дни, страницы истории, диалоги с героями нашей победы, дорогами бессмертного полка. Напомним, что такие встречи юных патриотов проходят ежегодно при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Вечер в опере. Сезон открыт. Распахнул свои двери театр оперы и балета. Яркие премьеры, концерты и масштабные международные фестивали готовят коллектив в 60-й юбилейный сезон. Что покажут артисты в новом сезоне, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. На сцене новый проект «Вечер в опере». Это цикл концертов, в которых прозвучат лучшие произведения русской и мировой оперы. Мне хочется поприветствовать в первую очередь вас, дорогие мои зрители. Так как вы являетесь истинными любителями творчества и искусства этого храма. Храма искусства, храма музыки, храма волшебства, красоты, доброты. Впереди у нас плодотворный очень год. Будут новые постановки, будут новые премьеры, будут новые фестивали. И давайте все дружно пожелаем нашему замечательному театру, как я говорю, большому кораблю, большое плавание. Впервые в Чуваше в этом зале прозвучали фрагменты из Руслана Людмилы, Михаила Глинки, а также из опер Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова. Руслана Людмила – эпическая опера. Монументальный образ Киевской Руси, легендарные фигуры великого князя Святозара, богатыря Руслана, вещего народного певца Баяна. Удивительным образом артистам удалось повернуть время вспять, и зрители в одно мгновение перенеслись в глубокую древность. Ценители классической музыки были в восторге от игры артистов и долго не хотели отпускать их. Коллектив театра готовит еще несколько премьер. В 60-м сезоне у нас будут новые постановки. Значит, «Царская невеста» будет в ноябре. Большой грант выделено Министерством культуры России. Также оперный фестиваль. Потом у нас фестиваль чуварской музыки и балетный фестиваль. Балетный фестиваль также у нас будет премьера. Также мы выиграли грант главы Чуварской Республики на постановку Чуварского детского балета. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Андрей Шоклев, Игорь Зверев, Республика. Бабье лето заканчивается. Впереди дождливая осень. Такой невеселый прогноз от сайта погода21.ru. В последние дни столбики термометра в Республике поднимались до отметки плюс 24 градуса. Это норма скорее для конца июля. Однако уже в предстоящие выходные погода сменится на осеннюю. Начнутся дожди и усилится ветер. Воскресенье похолодает до плюс 13-18 градусов. К концу сентября среднесуточная температура может и вовсе опуститься ниже отметки в плюс 8 градусов. И пора будет начинать отопительный сезон. Уже много веков пятница 13-я слывет в народе черной. Считается, что в этот день могут произойти какие-то мелкие неприятности. Особо суеверно и вовсе не исключают ужасных катастроф. В этом году черная пятница еще и в полнолуние. В следующий раз такое совпадение случится только в 2049 году. Наши корреспонденты спросили горожан, считают ли они этот день неудачным и мистическим. Сегодня пятница 13-я, еще и полнолуние. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в мистичность этих дней? Никогда не было. Более для меня это пятница 13-я, как считалось, более удачным. Кто не верит? Несмотря на свой возраст, мне уже 79 лет. Ни в какие народные приметы я не верю. Я не верю в мистику. Да, сомневаюсь. И в вашей жизни не происходило ничего мистического, например, именно в пятницу 13-го? Именно в пятницу 13-го нет. А так я как бы считаю, вернее, как со мной так происходит, что что должно случиться, то происходит. Главное оказаться в нужное время, в нужном месте. Не помню. Такого не было. Я вообще считаю, что 13-е число хорошее, потому что у меня сын родился 13-го числа. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин